Всем привет! Меня зовут Миша Тимочка, и в этом видео я вам расскажу, как я сделал запуск своего курса на 110 миллионов рублей. Поделюсь ключевыми решениями, которые мне позволили сделать такой результат. Я надеюсь, что вам меня нормально видно и слышно, потому что я это видео записываю просто с телефона, так как нахожусь сейчас в Швейцарии, куда я прилетел отмечать Новый год. Зацените, кстати, вид с балкона. Это просто потрясающе, всем рекомендую. И в такой вот красоте, в новогодней атмосфере, ну в такой полу-новогодней атмосфере, в остатках новогодней атмосферы на 3 января, я с вами поделюсь ключевыми решениями, которые позволили мне сделать запуск на 110 миллионов рублей. Возьму сейчас комп с презентацией, чтобы не было воды, чтобы идти максимально конкретно. Этот разбор будет полезен для людей, которые уже опытные и делали запуски от миллиона рублей. Не важно, эксперты или продюсеры. Для начинающих тоже будет полезно для развития картины мира, общего представления о запусках, но максимально полезно для тех, кто уже опытный, уже делает запуски на миллион плюс. Вы в этом видео найдете точно себе минимум три фишки, решения, которые вы сможете внедрить в свои запуски, чтобы они у вас выросли. Мы разберем в этом разборе, откуда я брал трафик подписчиков, которые покупали мой продукт аж на 110 миллионов рублей, ключевые решения по прогреву и инфоповодам, которые я использовал, и разберем схему продажи, как, собственно, я этот продукт продавал. Начну с пары слов о себе, для тех, кто меня не знает. Меня зовут Миша Тимочка. Я начал заниматься запусками в 2019 году. Тогда я работал маркетологом. Мои охваты в сториз были в районе 300-400. Я начал вести блог понемногу. И в один день мне прилетел вопрос. Миша, а обучаешь ли ты маркетолога? Я выложил сториз с ответом на этот вопрос, что нет, обычно. Но если кто-то хочет, можете написать мне плюсик в директ и что-нибудь придумаем. Мне в районе 30 человек написали плюсики в директ. Я, недолго думая, отправил им номер карты вместе с сообщением, что, ну, заходи ко мне на обучение. Стоит 35 тысяч рублей. Посидим, пообщаемся. Будет 8 встреч. В общем, дам ценности, как смогу. Заходи. Ну, то есть, тогда я вообще не умел делать запуски. Даже не представлял, что это. И представьте, 4 человека купили. Так я заработал первые 140 тысяч рублей запусков. Понял, что это классная тема. И что мне нужно в этом развиваться. Дальше я прокачивал свой блог. Примерно через полгода случился мой первый запуск на миллион рублей. Это был запуск курса по веб-дизайну. Примерно через 2 года после этого курс по веб-дизайну уже прошло 15 тысяч человек. Мне 21 год. И я на этом заработал, ну, примерно 150 миллионов рублей. Нет, тут надо уточнить. Не я заработал, а курс был продан на 150 миллионов рублей. К тому моменту чистыми от этого я получил, ну, где-то половину. Сейчас это уже, наверное, не такие цифры, которые всех удивляют. Но для меня тогда, мне 21 год, и у меня, ну, по тому курсу это почти миллион долларов. Или даже миллион долларов. Я был очень рад и доволен своими результатами. Я решил, что я хочу делиться этим, потому что запуски, да, это то, чем я реально жил и живу до сих пор. И я сделал курс «Формула запуска», в котором я делился своей методологией, как, собственно, запускать проекты в Инстаграм, чтобы на них зарабатывать большие деньги. Образовательные проекты. Это направление зашло тоже хорошо. Сейчас я уже 2 года спикер по запускам. И поделюсь с вами результатами за этот год. Ну, точнее, за предыдущий год, за 2023. Я набрал 350 тысяч подписчиков без каких-то гивов, без накруток. Это реально качественные подписчики, которые пришли ко мне с рекламы, с релсов, с экспертных кругов. В общем, кстати, подробно мы это еще разберем в самом разборе. Я сделал продаж в своем блоге на 240 миллионов рублей. За 365 дней мой блог сгенерировал 240 миллионов рублей. Прикиньте, это больше, чем за всю мою предыдущую жизнь я заработал. Я запустил свою мастер-группу на 60 миллионов рублей за 3 дня. Мне было интересно, а могу ли я делать запуски без головной боли? Простые запуски. Понятно, что я могу сделать там с долгим прогревом, с вебинаром, феерично, громко, формула запуска. Продали, заработал много денег. Да, я так умею, это уже проверено. А могу вот, ну, типа пару дней прогрева, открыть продажи, могу ли я так делать запуски? Да, у меня получилось. Я реально сделал 2 дня прогрева и, лежа в ванной на Мальдивах, на один день выложил ссылку у себя в сторис, что можно со мной поработать лично. 400 заявок получил на участие в мастер-группе. 40 человек купили мастер-группу по полтора миллиона. Я сделал, получается, за 3 дня 60 миллионов рублей. Очень классный опыт. Потом было много личной работы. Нельзя, наверное, сказать, что это реально заработанное за 3 дня, потому что я потом отрабатывал это все лето. Но именно, давайте так, продано и запущено, да, на 60 миллионов за 3 дня. Дальше у меня был рекордный запуск моего флагманского курса на 110 миллионов рублей, который мы, собственно, с вами будем разбирать в этом видео. И как артефакты того, что это реальные цифры, что это не просто где-то циферки в GitCourse, которые на самом деле просто выручка, у них там 70% затрат еще, а еще это не мое все. Вот нет, доказательства, что это реальные деньги. Я купил себе квартиру в Дубае и купил себе Ferrari F8. И также еще сейчас у меня вложено 24 миллиона рублей в блог. Эти рекламы еще не вышли, они выйдут, и я стану популярнее и, надеюсь, вследствие этого богаче. Почему меня стоит слушать? Ну, во-первых, потому что я активно расту. Кого вы еще знаете, кто за год набрал 350 тысяч подписчиков и так вырос в доходе. Второе, я делаю большие запуски небольшой командой. То есть у меня нет партнера, у меня нет продюсера, у меня нет каких-то там штатных сотрудников, отделов, которые забирают большую часть прибыли. У меня все держится на точечных хороших подрядчиках. У меня есть Ира, дизайнер, которая просто дизайнит сайты, дизайнит слайды и делает это хорошо. У меня есть хороший видеограф, у меня есть хороший видеограф на телефон, который меня снимает, и мы делаем релсы. У меня есть хорошая ассистентка. Ну, и вот примерно вот так я двигаюсь, не раздувая штат людей, ну и, по сути, как бы занимаясь даже не бизнесом, а такой как бы элитной фрилансерской деятельностью. Из минусов я действительно много работаю. Из плюсов у меня очень хорошая маржинальность запусков. Из запуска на 100 миллионов я очень большой процент по сравнению с другими людьми, кто делает запуски на 100 миллионов, я получаю чистыми деньгами на себя после уплаты налогов. И третье, у меня учатся топы рынка. На мою мастер-группу приходили такие люди, как Саша Митрошина, Надин Серовский, Артем Сенаторов, Серега Романович, Данил Скоробогатов, мистер Алекс, Арсен Измаилов. Это все люди, у которых десятки и сотни тысяч охватов и запуски на десятки и сотни миллионов рублей. И если такие люди видят ценность во мне, в моих знаниях, в моих наработках, то для вас, если у вас еще запуски меньше 100 миллионов рублей, наверняка тоже найдется какая-то ценность. Слушайте меня внимательно. И, надеюсь, этим разбором я смогу сделать ваши запуски эффективнее. Еще перед стартом хочу одну вещь проговорить, то что для меня большой запуск это одно, а постоянный рост это другое. Большой запуск бывает у людей порой случайно. Не так часто, но бывает такое, что человек случайно сделал большой запуск. Ну, тема была в тренде и на слуху, не знаю. Был бычий рынок в крипте. Тогда многие ребята, кто запускали крипту, они хорошо заработали просто вот случайно, а потом у них не получалось. Или залетел какой-то рилс, ну, или какой-то инструмент сработал, или там блогер какой-то большой тебя отметил. Один запуск большой есть, потом повторить результат не можем. Я такого видел достаточно много, и для меня это одно. Это хорошо, но это не то, к чему я стремлюсь. Для меня гораздо ценнее эта система, которая дает регулярный постоянный рост. И вот можете посмотреть на график моих запусков, моего основного флагманского курса формула запуска. Первый поток был на 17 миллионов рублей, потом на 37 миллионов рублей, потом третий поток был на 35. Но там есть нюанс, то, что открытие продаж было в день мобилизации в сентябре в России. И я тогда выложил сториз, типа, ребят, а вам еще актуальна вообще тема запуска? Вам вообще до этого, не до этого? 50% проголосовали, что нет, нам не до этого. И я такой, будем работать оставшейся 50% базой, которым до этого. И вот даже в таких непростых тогда условиях получился этот запуск на 35 миллионов рублей. Потом в марте, когда уже не было никаких аномалий, у меня получился запуск на 75 миллионов рублей, теперь на 110 миллионов рублей. И следующий запуск будет еще больше, там, на 150 миллионов рублей. Потому что, как видите, это стабильный, плавный рост, потому что я нащупал схему, которая работает. И для меня всегда важнее был не результат одного конкретного запуска, а нащупать формулу, которая будет давать прогнозируемый, контролируемый рост с каждым запуском. Формула – это то, что работает всегда, то, что может повторить любой человек. Я, вы другой эксперт, и у него тоже будут также расти результаты. Причем, вне зависимости от сферы. Вот, например, Ким Баронин, участник моей мастер-группы, мы с ним лично работали над его запусками. У него курс по презентациям, то есть он учит людей делать классные презентации в PowerPoint. До мастер-группы у него был запуск на 15 миллионов рублей. На мастер-группе он набрал 15 или 25 тысяч подписчиков вот в этом диапазоне. И в итоге сделал запуск на 25 миллионов рублей. Да, это не рост там в десятки раз. На самом деле, когда нормальные проекты ко мне приходят, у которых уже нормальный контент, нормальный продукт, не так часто происходит рост в десятки раз, такое тоже бывает, но на таких масштабах рост там даже в 2-3 раза – это тоже очень хорошо. Но самое главное то, что он, сделав это, нащупал модель, по которой он следующий запуск сможет сделать на 40 миллионов, потом на 70 и потом на 100. Или, например, Женя Я – это блогер в Казахстане, она запускала курс по Wildberries. Запуск до мастер-группы у нее был лучший на 5 миллионов рублей, худший, ну там, на 1-2 миллиона рублей. После мастер-группы она запустила курс по Wildberries на 20 миллионов рублей. Или еще одна ниша – это дизайн интерьеров. Ана Акопян, она до мастер-группы запускалась в районе 80 миллионов рублей, после мастер-группы запустилась на 18 миллионов рублей, поняла, как привлекать трафик. И, опять же, ну да, не такой уж и значительный рост, ну там, почти в два раза хороший, но не прям вау. Но будем реалистами, рост, он всегда происходит плавно, в долгу, и это хороший результат, с учетом того, что человек начал динамику вверх, и если он ее удержит там в течение двух лет, то это точно будут запуски там и на 100, и на 150 миллионов рублей. И я как раз занимаюсь тем, что помогаю выстроить такую систему, которая бы давала регулярный стабильный рост от запуска к запуску. И мой собственный результат доказывает, что я умею это делать. Кстати, если вы хотите поработать лично со мной, чтобы я сделал ваши запуски более эффективными, докрутил вашу модель, то у меня есть мастер-группа, которая стартует в феврале, и в конце я расскажу, как со мной можно поработать, как в эту мастер-группу можно будет попасть. А теперь давайте уже, наконец, перейдем, собственно, к разбору запуска. Для контекста, что я вообще продавал? Я продавал курс «Формула запуска». Это мой основной флагманский курс, в котором я обучаю делать запуски и продюсирование, профессии продюсера. Это курс для новичков. То есть там вот такая основная база, как делать запуски. Чеки на этот продукт 110 тысяч рублей и 159 тысяч рублей. И в этом разборе я хочу с вами копнуть 4 основных сферы, которые помогли мне сделать такой результат. Это конкретно трафик, прогрев, глубокий контент, расскажу чуть позже, что я имею в виду, и модель продажи. И давайте начнем с трафика, с темы, которая болит у многих экспертов. Итак, чтобы сделать запуск на 110 миллионов рублей, я вложил в трафик 15 миллионов рублей. И тут важно один момент подчеркнуть, чтобы не вводить вас в заблуждение. Хочу быть максимально с вами открыт и объективен. Я блогер уже 3, ну, 4 года. Ну, наверное, так хорошо, прям активно 3 года. И у меня уже есть аудитория, которую я набирал предыдущие годы, которая у меня покупает. Соответственно, нельзя сказать, что я вложил 15 миллионов рублей, и мне это дало 110 миллионов. Потому что большая часть продаж на этом запуске была от людей, которые на меня подписаны уже давно. Какая конкретно эта часть? Эта часть в районе 40-45%. Скоро я вам покажу точную статистику. Но 55-60% на этом запуске денег, это новая аудитория, которая знает меня меньше года, это вот те люди, которые как раз пришли с рекламы. То есть можно сказать, что именно реклама в этом году, на этом запуске, дала мне, ну, в районе 60-70 миллионов рублей. Соответственно, окупаемость трафика, ну, где-то 5-6 раз. Это уточнение нужно было, чтобы вас не путать, чтобы вы понимали, ну, реалистично, как это работает. Но есть ещё один нюанс. То, что на самом деле у меня вложения в трафик окупились не в 5 раз и 6 раз, а в 50 раз. Потому что мои вложения в трафик фактически были лишь полтора миллиона рублей. То есть я вложил в рекламу 15 миллионов рублей, но из них лишь полтора миллиона рублей были мои. Сейчас я вам объясню, как я это сделал. И как я сэкономил на рекламе, получается 13,5 миллионов рублей. Я провёл реалити-шоу, в котором я сказал, ребята, я на ваших глазах потрачу в рекламу 15 миллионов рублей. Кто хочет посмотреть, как я это сделаю, вы можете заплатить 7900 рублей, я вас добавлю в это реалити-шоу. И продаж этого реалити-шоу за куристия было на 13,5 миллионов. То есть своих денег в рекламу я вкладывал только полтора миллиона. А ещё 13,5 миллионов мне докинули подписчики. В итоге получается, что я вложил в рекламу своих полтора миллиона рублей и получил 250 тысяч подписчиков. Как вам вообще идея вложить полтора миллиона рублей и получить 250 тысяч подписчиков? Кто-то скажет, нет, но это всё равно твои деньги, которые ты продал со своего блога. Да, но смотрите, эти деньги, они как раз родились из-за того, что я продвигаюсь. Из-за того, что я, точнее, буду продвигаться. То есть люди заплатили за то, чтобы посмотреть, как я продвигаюсь. В общем, интересный получился лайфхак. Можете его в своём блоге тоже использовать. Но давайте, даже если уберём вот этот лайфхак, что я на самом деле почти ничего в рекламу не потратил, давайте возьмём, что я все деньги, эти 15 миллионов рублей, взял со своего кармана и вложил их в рекламу. Но это всё равно круто, потому что окупаемость в 5-6 раз на одном запуске – это очень круто. Потому что они ещё на следующем запуске, да, окупятся. И вообще, где вы видели какой-то бизнес, где вы можете вложить большую сумму денег, и за несколько месяцев это окупается в 5-6 раз. Я таких бизнесов не знаю. Такая окупаемость – это очень круто. Итак, давайте теперь пойдём конкретно по статистике, откуда приходили люди, что лучше всего сработало у меня в рекламе. На старте каждого потока курса, когда я продал курс, ко мне пришли ученики, я делаю анкету исследования этих людей. Для того, чтобы им открылся их курс, за который они заплатили, им обязательно нужно пройти анкету, которую я им даю. Таким образом, я собираю много ценной информации о своих учениках, о покупателях, которые пришли ко мне на курс. И сейчас я вам покажу несколько ключевых статистик. Смотрите, первое. Вопрос. Как давно ты меня знаешь? И вот смотрите, 29% людей голосуют, что знают меня меньше 6 месяцев, и 24% голосуют, что знают меня 6 месяцев-1 год. То есть, получается, что 54% людей, большая половина, знают меня меньше года. То есть, это конкретно люди, которые пришли ко мне за прошлые 365 дней с рекламы. И что это означает? Это как раз есть подтверждение того, что я вам только что рассказывал, что мои вложенные за год деньги в рекламу окупились в 5-6 раз. Это вот как раз показывает, что действительно 55% от выручки в 110 миллионов, это люди, которые вот-вот ко мне только недавно пришли с рекламы. Это доказательство того, что реклама работает. Неопродержимая доказательство. Окей, а какие рекламные каналы сработали лучше всего? На это я тоже собрал статистику. И вот сейчас внимательно, потому что та информация, которой я с вами сейчас буду делиться, ну вы такого просто не найдете. Во-первых, мало у кого есть запуски на 100 миллионов. Во-вторых, мало кто из этих людей отцифровывает на входе, кто откуда пришел, откуда купил. И в-третьих, очень мало кто из них захочет с вами этими цифрами делиться. Я это все отцифровал, сейчас с вами поделюсь. Отнеситесь с максимальным вниманием и уважением к вот этой информации, потому что это очень крутая инфа, которую просто не достать. Итак, смотрите, 25,9% людей пришли ко мне по рекомендациям. Это значит, что у меня хороший курс, это значит, что у меня хороший контент, который люди репостят. И это основной источник продаж. Какой вывод можно сделать? Запариваться над качеством продукта, мерить удовлетворенность учеников на курсе и делать классный контент, который репостят. И в контенте следить за тем, чтобы его репостили. В сторисах, в релсах, в ютуб роликах, везде отслеживать этот показатель. Дальше, 15,2% от всех продаж это реклама у блогеров, у разных блогеров. Дальше, 5,9% проголосовали, что попался твой релс, и так они обо мне узнали. Но тут тоже нюанс в том, что сами по себе у меня релсы не так уж много залетали. Ну, там есть несколько миллионных релсов, но глобально я бы не сказал, что релсы дали мне много новых подписчиков, а также в разных рекламах я покупал репосты на релсы, или перегонял людей на релсы, и люди могли проголосовать, что узнали меня с релса, хотя на самом деле они узнали меня с рекламы. И точнее указать, что это реклама. Но, видите, в блогинге, в инстаграме очень сложно провести прям точную сквозную аналитику, поэтому, ну, давайте запишем, что 5,9% с релсов. Дальше, 5,5% от Саши Митрошиной. Это королевский блогер, который сработал просто лучше всего. Действительно, реклама у Саши очень классно окупилась. И вот, смотрите, все остальные блогеры вместе дали 15%, Саша одна дала 5%. То есть это очень такая хорошая, жирная, классная реклама, которая хорошо сработала. Дальше, 4,1% продаж пришли ко мне с экспертного круга. Это такая механика, когда объединяются блогеры или эксперты в одной сфере и обмениваются подписчиками. В том конкретном круге был я, был Аяз, была Оля Гагаладзе, была Настя Пикси, была Илона Дрош и была Саша Митрошина. Мы разыгрывали призы за подписку друг на друга. Это похоже на ГИВ, но там есть все плюсы ГИВа, то, что мы на призы пригоняем аудитории. Но нет всех минусов ГИВа, что это 50 спонсоров каких-то рандомных, непонятных блогов, по разным темам, которые никто по итогу не остается смотреть, неосознанная аудитория. Тут все было круто. Максимально осознанная аудитория, потому что, ну, это в наших блогах. В моем блоге осознанная аудитория, у Митрошиной тоже осознанная, у Оли Гагаладзе осознанная. То есть хорошая аудитория, хорошие блогеры. То есть если человек смотрит Олю Гагаладзе, вероятно, что ему будет еще и интересно смотреть меня, потому что у нас похожие темы блога. В общем, классная механика, можете использовать. 3% от всех продаж мне принесли выступления. У меня за год было примерно 10 больших выступлений. И 3% продаж, 2,9% мне принес YouTube. Хотя я снял всего лишь там 5-6 роликов. И давайте подытожим, что лучшие способы продвижения, которые дали мне больше всего денег, это в первую очередь реклама у блогеров. Второе, это рекомендации. Давайте еще раз уточню, почему рекомендации в итоге не на первом месте. Вот я же вам показал, что да, часть аудитории, которые давно на меня подписаны. Но вот те, которые давно на меня подписаны, это что же реклама? То есть мы их относим тоже к рекламе. И да, рекомендации дают очень много продаж, 26%, 25,9%. Это много, но суммарно реклама у блогеров, если старых брать и новых, это больше, это примерно в районе 60-70% все равно. То есть, короче, основное реклама у блогеров, второе рекомендации, вот кто бы думал, да, делаешь классный курс, делаешь классный контент, это очень важно, это дает много денег. Третье, рилсы, четвертое, экспертный круг, пятое, выступление, и шестое, ютуб. Именно вот в такой последовательности я расставил каналы трафика по эффективности. Теперь давайте кратко разберу, как я делал рекламу. Я делал рекламу двумя способами. У меня была экспертная реклама и у меня была хайповая реклама. Процентов 70-80 всего бюджета я тратил в хайповую рекламу, 20% в умную рекламу. Давайте я вам покажу пример умной рекламы. Умная реклама — это длительные интеграции. Когда я покупаю, например, рекламу у Полины как сахар, и мы на целый день вместе с ней уезжаем куда-то, и она целый день рассказывает факты обо мне, потом мою историю, кем я был, кем я стал, что Миша занимается запусками, он крутой в этом, вот у него бесплатный курс, подпишитесь, лид-магнит. В общем, в целом, все по классике, просто очень развернуто, очень понятно, красиво на 20 сторис. Долгие интеграции — это то, что сейчас работает. Короткие интеграции на 4 сторис с подводкой работают гораздо хуже. И второй способ — это хайповые интеграции. Когда я создаю яркое событие у себя в блоге, закупаю на него трафик, ко мне приходит очень много людей, они не целевые, но просто обычные люди, какая-то часть из них потом остается в моем блоге меня смотреть, и какая-то часть из них потом покупает. Пример яркой, прикольной, хайповой интеграции, которая мне в душе запал, запомнился — это свидание строителя. Вот как сделать так, чтобы ко мне за сутки пришло 45 тысяч человек, которые будут знать, что я миллионер, что я живу в Дубае, и что у меня веселый и классный блог, который надо смотреть. Если я просто делаю рекламную подачу, в которой блогер говорит «Миша крутой, миллионер в Дубае, подписывайтесь на него», всем будет насрать. Абсолютно. Людям все равно, насколько ты крутой. Им интересно посмотреть на то, что им интересно посмотреть, на какое-то шоу. Им интересно посмотреть на что-то яркое. И я делаю социальный эксперимент, в котором я на Тиндере переписываюсь с девушками с фейкового аккаунта, назначаю свидание в Дубае. И на это свидание прихожу в костюме строителя. И говорю, давайте посмотрим, как девушка отреагирует на то, что я строитель, насколько девушкам важны деньги, придет ли она на второе свидание или сразу меня отошьет. И в этот день я покупаю рекламу у Ани Ищук. И Аня Ищук в своих сторисах говорит, вы видели, что Миша вытворил? Миллионер притворился строителем и идет на свидание с девушкой. Отошьет ли она его сразу, упустив свой шанс или ей повезет? смотрите на ее реакцию у Миши в сторисах. А потом кликбейты, 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 там нарезки самых ярких моментов. И, конечно, на это интересно посмотреть. И знаете, что тут самое важное? Когда ты создаешь вот такой вот яркий инфоповод, вообще не важно, кто там внутри. Это мог быть я, это мог быть, не знаю, Вася, Петя, Саша, Даша, то есть любой человек. Не важно. Люди подписываются не на меня, они подписываются на то, что миллионер предварился строителем и идет на свидание. Ко мне пришло за сутки 45 тысяч человек. Эту линию я растянул в сторисах, чтобы они лучше вовлеклись. То есть у нас был первый день, потом у нас было второе свидание во второй день, на второе свидание она пришла. И у меня в первый день сразу же охваты там 70-80 тысяч, хотя до этого были 40. И держались там, вот неделю прям очень хорошо держались, пока эта линия не дошла до конца. Потом они чуть подпросели, но у меня все равно осталось дохренища подписчиков, которые смотрели меня еще дальше целый год. И таких интеграций я сделал достаточно много. Например, я играл в «Правду» или «Действия» с Катей Адушкиной. Ну тоже у меня в сторисах происходили интересные штуки, провокационные вопросы, задания. Люди подписывались, чтобы посмотреть. Я устроил свое «Давай поженимся», где я отобрал участниц, слово «Настоящее шоу», мама, папа. Девушки готовили мне призы, подарки. Это было тоже очень забавно все. И на это я закупал рекламу, тоже пришло очень много подписчиков. Я, например, делал обмен жизнями с Надин Серовский, откуда мне тоже там пришло 30 тысяч. То есть я делал много вот таких вот ярких хайповых интеграций. И я делал длительные умные интеграции у блогеров с моей целевой аудиторией. Это сработало очень хорошо. За год я набрал 350 тысяч подписчиков. За этот, за следующий 2024 год я планирую набрать еще 500 тысяч. Я планирую еще дальше вкидываться в рекламу, потому что я наконец-то нащупал ту схему рекламы, которая работает. И кого вы еще знаете, кто за последний год набрал 350 тысяч подписчиков и так вырастил результаты запусков. Ну, есть такие люди, но их немного. И я реально очень быстро расту. И если вы идете ко мне в мастер-группу на личную работу, то я составляю вам индивидуальную стратегию продвижения конкретно под вашу ситуацию, исходя из того, какая ваша целевая аудитория, какой у вас продукт. На широкую вы хотите продвигаться как блогер или на узкую как эксперт. В общем, составляем стратегию, придумываем креативные подачи инфоповоды, вот примерно как то, что я вам сейчас показал. Я даю подрядчиков по закупу рекламы и заставляю тратить деньги в рекламу. Это вот самое важное. У вас прям будет задание за неделю потратить столько-то денег в рекламу. Вы их будете тратить, потом будем отслеживать эффективность, оптимизировать, и вы, наконец-то, начнете активно продвигаться и набирать подписчиков. Вот, к примеру, ребята, которые проходили мастер-группу, которым я помогал продвигаться. Влад Крамской, он не продвигался долгое время на мастер-группе, мы ему составляли стратегию, как продвигаться, и самое главное, у него была цена слова, что если к следующему занятию он не потратит, по-моему, что-то в районе трехсот тысяч рублей на рекламу, это исходя из его бюджета, мы формировали, то он разбивает яйцо об голову себе, и мы все снимаем это в сториз. И, что бы вы думали, Влад, наконец-то, начал продвигаться, начал расти, сейчас он купил себе Порш, дальше активно растет, классно у него растут все запуски, но в этот толчок он был важен в начале. Или, например, Таня Якимова, она вообще никогда блогером, по сути, не была, никогда не продвигалась, мы ей подобрали рекламу у блогера Кэт Тут, сделали яркую, хайповую рекламу, Таня за сутки набрала 50 тысяч подписчиков, и стоимость подписчика была 6 рублей. Понятное дело, что это, опять же, не целевая аудитория, что это просто обычные люди, которые пришли смотреть ее как Таню, но, тем не менее, все равно, часть осталась, у нее остались охваты, то есть у нее вообще не было охватов, сейчас она выходит в сторис, там 3-5 тысяч ее смотрят, хотя до этого вообще ничего не было. И она смогла эту аудиторию хорошо монетизировать на своем наставничестве. Или, например, Даша Воронина пришла на мастер-группу, тоже заставили ее потратить денег на рекламу, накрутили рекламные подачи, и она тоже хорошо набрала подписчиков, продала им свой продукт и купила Мерседес. Ну и финальный, такой жирный отзыв, чтобы вы понимали, что это реально работает, что я понимаю, как это делать, от человека, у которого по инфобизу были самые большие продажи, обороты, кто был, ну, как бы номер один, это Аяс. Я сразу скажу, что я не сотрудничаю с ним по его продуктам, я не проходил его продукты, я не знаю, что у них там внутри, я как бы не причастен к лайку, но Аяс со мной консультировался по продвижению его блога, по прогревам, я ему с этим помогал. И у него был очень удачный ход, Саня в Казани, когда он поехал в маленький город открывать там бизнес, это все показывал, на это же закупал много рекламы, вы можете увидеть в этом отголоски моего метода, да, что создается яркое событие, на которое закупается реклама, и не важно, Аяс там, Саня с усами или вы, вот, и эту идею, ну, я не скажу, что я придумал, но мы достаточно много брейнштормили, в этих брейнштормах она появилась, и я свой вклад внес в то, чтобы, ну, вот такой вот случился инфоповод, и вот что Аяс говорит по этому поводу. Миша, привет, как тебе в итоге? Ты за финальный запуск довольно недоволен? Мы, скажем, что очень довольны, переполнили ваш план, значит, и по запуску на месяц у нас уже *** делов, значит, тебя формализируют вообще *** очень-очень-очень-очень, и поэтому спасибо тебе большое, креативная часть, сейчас ты на это твоё выхновение, вот, точнее, ну, ты вдохновил на это. И еще Аяс написал, что, типа, можешь говорить, что работаешь со мной как наставник по продвижению, я думаю, вау, ну, я не считаю себя наставником Аяса по продвижению, но мне приятно, что он так говорит и видит ценности в этих моих инструментах, и я запикал выручку их запуска, но запуск получился реально очень хороший с применением вот этой технологии продвижения. И мы переходим ко второму пункту этого разбора прогрев. Прогрев для меня состоит из двух основных частей. Первая часть это работа со смыслами и вторая часть это работа с событиями. Работа со смыслами это классические экспертные сторис, умные линии, в которых мы что-то рассказываем людям, например, как набирать подписчиков, рассказал вот так, вот так, вот так, я в этом хорошо разбираюсь, кто хочет, приходите ко мне. Да, или вот кейс вот такой вот моего ученика, бла-бла-бла, вот так вот он сделал, кто хочет так же, приходите ко мне. Это то, что вы, скорее всего, и так делаете, и так умеете. Как мы проводим работу со смыслами? Мы проводим КСДФ, то есть собираем людей, которые купили, людей, которые не купили, слились, и просто ваших подписчиков, общаемся с ними, задаем вопросы по определенному списку, достаем основные запросы, боли, возражения, понимаем, что эта аудитория хочет смотреть, что ей интересно, что ей нужно знать для того, чтобы купить, и в прогреве делаем просто 5-10 умных линий в сторис, в которых это, собственно, рассказываем, ну и также выкладываем кейсы. Ну, это классика, я думаю, вы это уже и так понимаете. Многие люди, кстати, этот элемент не дорабатывают, и тут тоже есть потенциал роста у многих. Но есть еще вторая часть, которую обычно не дорабатывают еще сильнее, это события. События это то, что я очень люблю в прогревах. Я понял, что они работают гораздо эффективнее смыслов. Не в плане того, что смыслы надо совсем убрать, а в плане того, что смыслов нужно дать базу, вот самую основу, что нужно людям знать для того, чтобы купить, а остальной упор прогреве должен быть на события. Раньше я в запуске задавался вопросом, что мне нужно такого сказать, чтобы купили. Это неправильный вопрос. Сейчас я задаюсь вопросом, что мне такого нужно показать в сторис, чтобы людям без слов стало все понятно и они купили. Условно, можно долго рассказывать, что у тебя эффективный курс, а можно собрать большой выпускной, где сотни недовольных людей, где ты на сцену выводишь 30 кейсов подряд, награждаешь их, у них очень крутые результаты, где люди дарят тебе подарок, потом вы все обнимаетесь, танцуете и очевидно, что да, у тебя много учеников, они довольны, у них есть результаты, ты показал и доказал, а значит, в это люди верят. Это лучше тысячи слов. Или, например, ты можешь долго рассказывать, что запуски приносят много денег, а можешь купить Феррари. И Феррари это очевидное доказательство того, что тебе запуски приносят много денег. И события всегда сильнее, чем просто смыслы словами. Идеальная комбинация это когда есть яркие события плюс смыслы, как бы вытекающие из них, которые это все объясняют. То есть, короче, события плюс смыслы. Вот так вот мы работаем. Но только смыслы это уже неэффективно. И на этом прогреве, что у меня было хорошо, что хорошо сработало, это огромное количество разных событий. Например, я подарил девушке тысячу одну розу, а через несколько дней я сделал такой инфоповод, что я открыл дома фотостудию, где все желающие могут сфотографироваться с этой тысячой и одной розой. Я составил прайс-лист и, ну, это было как шутка, но тем не менее я заработал пятьсот сорок тысяч рублей, много людей ко мне пришли домой, сфотографировались. Я из этого сделал Reels. Reels набрал один и восемь миллионов просмотров. Это все репостили. Люди такие, блин, как он смеет был. И там, в общем, было восхищение, был хейт, что типа, блин, а мне было бы неприятно, если бы мне подарили букет, а потом кто-то бы с ним фоткался, а кто-то писал, что за идиоты покупают сфоткаться с цветами, а кто-то писал, этот парень гений, умеет зарабатывать на чем угодно, а в конце я говорил, вот видите, как просто можно зарабатывать деньги в Инстаграме? Я этому обучаю, приходите, подписывайтесь. Это инфоповод, за счет которого я на день становлюсь самым обсуждаемым человеком в Инстаграме. Ну, понятно, что там не самым, но вот в среде инфобизнеса, экспертов, инфоповод позволяет вот так вот выпрыгнуть, чтобы все тебя заметили, а тебе денек поговорили или даже два денька и запомнили, что Миша, Кимочка вот такой вот существует и вот он что-то прикольное сделал один раз, а если ты регулярно так делаешь, то ты, соответственно, во внимании, ты на хайпе, а в какой-то момент это скапливается в то, что ты уже очень значимая фигура, которую все знают. А также, например, я делал инфоповод пародия на разных блогеров, на Олю Гагаладзе, на Аяза, на Сашу Митрошину, это вот как раз, когда у нас был экспертный круг, я снял классные пародия на них, это тоже все репостели и тоже в тот день я был главной звездой, очень много людей пересылали мои ролики, обо мне говорили, заходили и потом еще долгое время смотрели мои сторис. Например, я делал ночь запусков, это когда я собрал всех учеников, всех потоков формулы запуска, ну, на это мероприятие дошли по факту где-то там 700-800 человек в зале, но это было очень масштабно, я еще попросил поднять руки, кто заработал 100 тысяч рублей, кто заработал 300 тысяч рублей, кто заработал миллион, и видно, когда огромный зал и там очень много людей, которые заработали на моем курсе, очевидно становится, что, ну, да, действительно формула запуска классный продукт, это дороже тысячи слов, вот такой вот инфоповод. Да, это стоит денег это организовать, но это реально вместо тысячи слов, один раз вот это показываешь и все, и уже очень много людей хотят попасть на формулу запуска. Дальше, например, я делал реалити-шоу, где я набрал 250 тысяч подписчиков за месяц. Это тоже про то, что показать, а не рассказывать. Я на практике показал, как я это делаю, как я умею это делать, и потом я сказал, вот мой результат, и людям стало очевидно, что я в этом разбираюсь. Или, например, мы собрались с учениками на Бали, их было в районе 20 человек, мы поехали устанавливать флаг курса на вулкан. Какой там был смысл, что многие ученики мои живут на Бали, значит, они заработали деньги, значит, на запусках можно зарабатывать и уезжать жить на Бали, и что они там тусуются, что они ставят флаг на вулкане. Блин, я тоже хочу к ним тусоваться на Бали и ставить флаг на вулкане. Я иду на формулу запуска. Дальше я подарил картье, часы картье, ассистентке, потому что у нас с ней интересная история. Она до меня работала врачом, потом пришла ко мне на зарплату в 50 тысяч рублей. Параллельно с тем, как работала у меня, начала втихую смотреть формулу запуска. Сделала запуск на 29 миллионов рублей женщине-блогеру из Дагестана. Потом сделала запуск на 44 миллиона рублей. Заработала хреново кучу денег. При этом осталась моей ассистенткой на 50 тысяч рублей оклада. Моменту записи этого видео мы до сих пор с ней работаем. Благодарность за ее преданность подарил ей картье. Это была очень сильная история. Классный, сильный инфоповод. Это тоже работает лучше слов. Это наглядно, это прикольно. События, истории. Дальше, например, мое выступление на Инстадиуме. Ну, не так, чтобы прям очень супер-вау инфоповод, но тоже инфоповод. Миша выступает на 5 тысяч человек. Они его слушают, они пишут, что он очень классно выступил. Нарезко, как все подходят ко мне обниматься, сфоткаться, благодарят меня. И это тоже показывает, что я востребованный эксперт. Но не на словах, а конкретно. Я подарил маме машину. Это показывает, что запуски позволяют, да, подарить маме машину. Ну, так на самом деле совпало, что у мамы был день рождения перед этим запуском. Например, на том запуске предыдущем такого инфоповода не было, потому что я не собирался тогда подарить маме машину. Но так совпало, что машина еще была подарена маме перед запуском. И, конечно же, это тоже был очень эффективный инфоповод. Дальше, например, я показывал день ученика на Бали. То есть я целый день провел с учеником, как он просыпается, как он идет в спортзал, как он плавает в бассейне, как он потом идет работать над такими проектами. 30 сториз про него снял, подробно показал жизнь продюсера на Бали. У нас был яркий выпускной, и на самом деле было еще много других инфоповодов. Не хочу прям все вам показывать, но суть, я думаю, вы поняли, создавать яркие события вместо того, чтобы просто рассказывать и проговаривать какие-то смыслы. И если вы идете ко мне работать в мастер-группу, то мы вам прорабатываем смыслы и структуру, всю логическую часть проведения кастдевов, составления карты смыслов, что обязательно нужно говорить в прогреве, что показывать, что объяснять, эту базовую логику. Мы это делаем, но также мы еще делаем с вами создание вот тех самых событий, инфоповодов, добавляем креатив, чтобы вы периодически в своей нише привлекали всеобщее внимание, чтобы просто о вас знали больше людей, чтобы ваши сторисы потом лучше смотрели, зная, что вы можете что-то такое учредить, и в целом, чтобы, собственно, результаты ваших запусков, прогревов росли. Окей, двигаем дальше. Третий элемент, который позволил сделать мне такой запуск, это глубокий контент. Смотрите, в сторисах у людей минимальное внимание и минимальная глубина погружения. Вот вы сейчас смотрите этот разбор и скажите, мог ли я вам в сторис донести такое количество смыслов? Нет. Даже если я сделаю сто сторис, я не смогу все туда уместить, а вторая проблема то, что вы не будете это смотреть. Просто сам формат сторис подразумевает, что люди их смотрят, ну, мельком, что ли, без особо глубокого погружения. При этом какие-то долгие видео на ютуб или какие-то аудиоподкасты люди привыкли потреблять долго и погружаться в них глубоко. Поэтому, помимо прогревов сторис, нам обязательно нужно добавить какой-нибудь глубокий контент, в котором будет раскрываться ваша экспертность. Это могут быть видео на ютуб, это могут быть аудиоподкасты. И смотрите, как я вижу сейчас схему. Инстаграм и сторисы, они существуют для того, чтобы привлечь внимание, что есть вот такой вот Миша Тимочка, он классно зарабатывает на запусках, прикольный чел, смотри, что он там делает. Второе, дать базовую суть, ну, типа, что такое запуски, вот есть много успешных учеников, есть вот такой вот курс, я прошел такой вот путь, ну, как бы, самая базовая суть, которую нужно понимать. И заинтриговать людей, пойти углубляться дальше в эту тему. А раскрывать уже подробно экспертность на Ютубе, например, или через Телеграм и подкасты, или, например, через эфиры. Но мне больше всего нравится вариант Ютуба. То есть, мы в Инстаграме даже не пытаемся учить людей, мы не пытаемся делать эти нудные обучающие линии, которые никто не смотрит, на которых падают охваты, которые вам тяжело делать. Нет, в Инстаграме мы яркие, классные, показываем лайфстайл, показываем, каким результатом можно прийти, показываем, что у нас много успешных учеников, рассказываем, что мы занимаемся запусками. Запуски — это примерно вот это. Хочешь подробнее — иди дальше смотри. И даем на Ютубе, или, не знаю, в своем Телеграм-канале, уже подробный контент, в котором человек может понять всю вашу экспертность. У меня эту роль на запуске отыграло шоу «За кулихе». Это реалити-шоу, в нем семь серий. Я полетел в Казахстан, продюсировал там блогера. Мы сделали ему запуск на 500 тысяч долларов. Я снял это все в формате видеоблога, объяснял каждый шаг, который я делаю. Получился такой растянутый разбор запуска в формате реального времени, реалити. Очень полезно, очень круто. И много людей поняли, что я эксперт, что я реально разбираюсь в запусках, а не просто какой-то поверхностный блогер. Именно посмотрев за кулисей. Вот вам статистика, которая это подтверждает. 66,9% людей от тех, кто купили мой крайний запуск на 110 миллионов рублей, они смотрели за кулисей. То есть человеку нужен был глубокий контакт со мной, соприкоснуться со мной вот в формате долгого разговора, где я показываю на практике, как я разбираюсь в запусках. Это людям было необходимо, прежде чем купить. И если вы идете ко мне в мастер-группу, мы над этим тоже будем работать. Начнем с того, что мы определим в целом для вас формат контент-маркетинга. Это может быть какой-то шоу на YouTube, это могут быть разборы, или просто полезные ролики, или регулярные эфиры, или, например, аудио-подкаст, или свой подкаст, или еще что-нибудь. В общем, выбираем формат, и второе, начинаем активно его внедрять, потому что это очень сильно влияет на продажу. Идем дальше. Четвертый пункт это модель продаж. То, как я в целом делаю запуск. Тут ничего сверхъестественного я не пробовал. Есть схема, которая работает очень хорошо. По ней сделано 80% больших массовых запусков. Вот она. У меня 25-30 дней просто идет прогрев. Потом 5 дней у меня прогрев конкретно к бесплатнику. Я рассказываю людям, почему стоит быть на моем вебинаре, на серии вебинаров. Потом 3 дня я собираю регистрации на серию вебинаров. Потом веду первый вебинар, на котором продаю. Потом у меня день отдыха, на котором можно посмотреть запись этого вебинара. Потом у меня второй вебинар уже больше для продвинутых. Вот тут уже делается большая часть продаж. Уже с двух вебинаров у меня было в районе 75 миллионов рублей в кассе. Ну, нет, в кассе было 50, еще 25 мы ждали бронями. Ну, короче, где-то на 75 миллионов я продал уже с вот этих вебинаров. И потом еще дожим в сторис. Обычно продажи идут от трех до семи дней. Я такую схему взял, что у меня был прогрев дней пять, то есть я не сразу вышел продавать в сторис после запуска. То есть я провел вебы, и еще пять дней просто грел, не продавал. Потом на три дня открыл продажи, и собственно начался поток. На самом деле отличная проверенная схема. Если вы хотите сделать большой массовый запуск, используйте ее. Но эффективность, как обычно, в деталях. Например, для того, чтобы собрать максимум регистрации, у нас у запуска был стиль. Это стиль во все тяжкие. Мы покупали костюмы, у нас был сайт в этом стиле. Мы сняли тридл са вообще в таком стиле фильма во все тяжкие. Они получились тоже классные, собрали много репостов, тоже много регистраций они привели. Я сделал пять дней прогрева к бесплатнику классных. У меня было яркое открытие регистрации во всех этих костюмах Breaking Bad. У нас были призы за репосты релсов, у нас были анонсы в старых каналах. Есть много технических простых фишек, которые позволяют собрать больше регистрации. Например, на то, чтобы больше людей дошли до вебинара, тоже были свои приемы. Например, когда люди только попадают и регистрируются на вебинар, их встречает не просто сообщение текстом «Привет, спасибо за регистрацию на вебинар, он будет тогда-то». Нет, я записал специальное видео, которое продает тему запусков, раскрывает мою историю, показывает возможности и продает идею прийти на вебинар. То есть, люди в пике своей мотивации, когда они к вам зарегистрировались на вебинар, сразу же получают кайфовый видос, который они смотрят и теперь еще сильнее хотят прийти на вебинар. У меня были полезные гайды в рассылке, у меня вообще сама рассылка была продуманная, у нас был автозвонок, у нас была смс-рассылка, когда начался вебинар, была специальная рассылка, у нас был прогрев на доходимость в моих сторисах, то есть, за день до вебинара, в день вебинара я вел сторисы таким образом, чтобы люди приходили на вебинар. На вебинаре, например, я делал создание ценности на полтора миллиона рублей, очень прикольная практика, я садился и пытался добавить в свой продукт формула запуска столько ценности, чтобы это объективно стоило 1,2-1,5 миллиона рублей, например, хороший куратор, миллионер, который лично наставляет каждого ученика, в среднем на рынке стоит 200 тысяч рублей, 100 уроков по запускам от меня на рынке стоит, я это оцениваю в 100 тысяч рублей, 300 тысяч есть, что мы еще можем туда накидать, чтобы это было полтора миллиона, например, у нас будет дипломная работа, по итогу которой я рекламирую чатик с лучшими людьми у себя в блоге, сколько стоит реклама у меня, сколько стоит найденный тебе клиент на запуск, это уже круче, это можно еще оценить 100-200 тысяч, добавляем, а еще у нас будет такой вот такой вот выезд, добавляем, а еще у нас будет мастер-группа, мастер-майн внутри курса, ну это там 30-50 тысяч, добавляем, а еще у нас будет клуб поддержки в течение, я не помню, сколько я обещал, то ли 3 месяца, то ли 6 месяцев после курса, когда работает несколько кураторов, к ним можно обращаться, добавляем, а еще у нас есть весь необходимый набор документов юридических под запуск, который вам обойдется 50 тысяч рублей, но мне юрист это разработал, вы можете брать и делать так же, это вам 0 рублей, и вот я накидывал, 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 пока не получалось, что реальная ценность формулы запуска полтора миллиона рублей, я это показывал, говорил, вот, видите, это стоит полтора миллиона рублей, вы сейчас там можете купить за 150 тысяч рублей, и конечно у людей в этот момент появлялось очень сильное желание купить, потому что объективно ценность превышала цену, дальше, например, я активно продавал рассрочку на вебинаре, я говорил, смотрите, если вы берете рассрочку на 12 месяцев, вы платите 9 тысяч рублей в месяц всего, для того, чтобы учиться на формуле запуска бесплатно, вам нужно зарабатывать 10 тысяч рублей в месяц, прикиньте, что вообще такое 10 тысяч рублей в инфобизе, это два релса кому-то сделать, или даже один, это одну консультацию продать, одну распаковку провести, один прогрев расписать, какая вероятность, что имея вот это все, там снова карта на полтора миллиона ценностей, что вы не сможете сделать 10 тысяч рублей в месяц, ну, я не представляю, как можно в инфобизе не делать 10 тысяч рублей в месяц, это смешно, вот эту идею продавал, то есть это, как видите, большая работа тоже над смыслами, у нас были бонусы за быструю покупку, над тарифами мы поработали, чтобы обосновать, почему мы цены поднимаем, также еще была отдельная работа проведена над продажами, я подготавливал отдел продаж, в отделе продаж у нас много людей было там в районе 25 человек, потому что заявок было много, отдел продаж, например, первым касанием за неделю до вебинара по всей базе предзаписи звонил и просто знакомился, говорил, здравствуйте, я ваш менеджер, скидывал полезный файлик и ничего не продавал, прикиньте, то есть мы просто там налаживали коннект, дальше, например, после веба у меня был прогрев, были специальные продажи в сторис, их тоже нужно сделать эффективно, в общем, много таких технических деталей, которые надо знать, уметь, это инструменты на повышение эффективности, у меня их было много, не только то, что сейчас указано на слайде, но даже то, что на слайде указано, если вы примените, уже даст вам рост в запусках, итого, получился запуск на 110 миллионов рублей, ключевые моменты, давайте еще раз подытожу, что я внедрил для того, чтобы у меня получился такой результат, первое, я набрал 350 тысяч новых подписчиков за год, если бы я этого не сделал, такого роста у меня бы не получилось, второе, у меня был действительно хороший продукт, потому что 25,9% всех продаж по рекомендации, без хорошего продукта я бы лишился, ну, четверти запуска, по сути, дальше, у меня была череда мощных инфоповодов, тех самых событий, которые я показывал в прогреве, это фотосет с тысячей роз, это пародия на блогеров, это набрал 250 тысяч подписчиков за месяц, это купил мою машину, это вечер запусков, это, ну, еще дальше, череда инфоповодов, на самом деле, я считал, где-то на этом запуске их в районе 20, какие-то прям супер яркие, какие-то нормальные, но в районе 20 инфоповодов было на этом запуске, дальше, четвертое, у меня был глубокий контент на YouTube, который раскрывал уже, что я умный и что я эксперт и разбираюсь в сфере, пятое, у меня была проработанная модель продаж со всеми инструментами по дожиму, по поднятию цифр на каждом этапе, и у меня был мощный отдел продаж, которые хорошо закрывали все заявки, вот, собственно, как я сделал запуск на 110 миллионов рублей, и мой главный посыл этого видео, что если у вас сейчас запуски на 1 миллион, на 5 миллионов рублей, на 10 миллионов рублей, то вы точно можете прийти к тому, что у вас тоже будут запуски на 100 миллионов рублей, когда у меня был запуск на миллион, на 5, на 10, даже когда уже были запуски на 20 миллионов рублей, я не верил, что 100 миллионов вообще возможно у кого-то, мне казалось, что это настолько уже какая-то другая лига, что это люди, которые начали 10 лет назад, вот у них может быть, которые покупали подписчиков по 5 рублей, к этому не прийти. В общем, это все фигня. На самом деле, это обычная нормальная цифра, просто следующий этап роста после 20 миллионов, там лесенка такая примерно, 1 миллион, 5, 20, 100. Ну, вот так к этому можно прирасти. В общем, это реальная цифра, которая делается в Инстаграме, к которой вы можете прийти. И есть три главные вещи, которые позволят вам прийти к таким результатам. Первая – это стратегия, понимание в целом, куда и как мы двигаемся. А конкретно это ответ на вопрос, на какую целевую аудиторию мы работаем. Мы работаем конкретно на продвинутых ребят в запусках, продавая премиальные продукты, или мы работаем, например, на всех людей, на суперширокую аудиторию, делая обычные массовые продукты, или мы это комбинируем. То есть это важный вопрос. Второй вопрос – какое позиционирование? Ты запуском обучаешься, или ты продюсер, или ты продюсер для опытных, или ты спец по продвижению, или ты главный парил сам, или ты вообще промышление больше и психологию, позиционирование. Дальше – какой концепт продукта и цена? Какая у тебя концепция блога? О чем блог? Какие основные рубрики? Чем ты отличаешься от других? Дальше – каналы трафика – это как, через что ты продвигаешься. Дальше – бюджет на продвижение – это твоя стратегия, твоя экономика. Сколько денег мы вкладываем, сколько зарабатываем, считаем заявки, считаем затраты в рекламу. Дальше – это команда и партнерство. То есть тоже определить, ты, например, будешь двигаться в партнерстве с блогером, или в партнерстве с продюсером, или сам по себе, как я. И второе – какие подрядчики у тебя будут работать? Будет ли у тебя полноценный там отдел маркетинга, или у тебя будет одна закупщица рекламы? В общем, команду нужно базово собрать. Даже если небольшую, все равно без нее трудно. Восьмое – это продуктовая линейка. Какие продукты ты будешь продавать? Это только массовый продукт или массовый, плюс дорогая мастер-группа, плюс еще какие-то дешевые продукты. Это стратегия. В стратегии лежит очень много денег. Я мало людей встречал, у которых прямо четко, хорошо проработанная стратегия. Им понятно, кто они, на какую аудиторию работают, какие продукты им продавать, как им продвигаться, через какие каналы, к чему они хотят прийти. И обычно это уже люди, которые зарабатывают там 20-50 миллионов в месяц. Вот у них более-менее с этим уже сложно, понятно. У людей с запусками даже до 10 миллионов рублей в месяц есть пробелы по многим из этих вопросов. И это ведет к тому, что появляется запутанность, а это ведет к бездействию или отсутствию нужных действий для роста. Поэтому первым делом, если вы идете ко мне в личную работу, мы с вами составляем стратегию. Это общее видение на 2-3 года, куда вы должны идти и какими шагами. Вторая вещь, которая вам нужна для того, чтобы делать запуски на 100 миллионов, это инструменты. Это конкретно закуп рекламы. Ну то есть умеешь ли ты составлять эффективные подачи, чтобы подписчик стоил столько, сколько тебе нужно, или не умеешь. Есть ли у тебя закупщик, который закупает у хороших блогеров, что тебе приходит целевая аудитория по цене, нужной тебе, или нет. То есть многие люди упираются в отсутствие инструмента, они в целом понимают, может у них есть даже стратегия мне вот туда, ну не бьется, реклама не получается, сливаются деньги, ну и короче не работает. Дальше, например, контент. Умеешь ли ты делать действительно такой контент, чтобы максимум удерживать людей в охватах, чтобы получать репосты, да, как мы помним, что по рекомендациям у меня много продаж, это и рекомендации с курса, и рекомендации в том числе меня, как блогера моего контента, это репосты. Умеешь ли ты делать контент на репосты, умеешь ли ты делать прогревы на самом деле хорошо, кастдевы проводить, карту смыслов составлять, все необходимые смыслы закрывать, используя триггеры, дальше добавлять инфоповоды. Умеешь ли ты вебинар хорошо делать? Многие люди скажут, да, я умею хорошо делать вебинар, но опять же, ты умеешь делать вебинар на конверсию 10%, или ты умеешь делать вебинар на конверсию, там, заявку 50% или 70%. И это самое легкое из того, что можно взять, это просто инструменты. Или, например, умеешь ли ты делать классные продающие видео, Или умеешь ли ты упаковывать свои продукты так, чтобы их хотелось купить, расписывать оффер, тарифы, дизайн делать, или у тебя все выглядит кое-как. Это инструменты. У многих людей, которых я знаю, затык на уровне инструментов. На самом деле, я в течение двух лет не мог набрать подписчиков, потому что у меня не было инструмента по набору подписчиков. Старый инструмент перестал работать, мои старые рекламные подачи, новый я не нащупал. И вот я два года нащупывал, пока у меня появится этот инструмент. Сейчас он у меня, кстати, есть, и я вам предлагаю его у меня взять и тоже использовать. Но когда я нащупал инструмент, я дальше уже смог нормально расти. В общем, это второе, что нужно людям, это конкретные инструменты. И если вы идете ко мне на мастер-группу, я вам все эти инструменты даю. Хорошая новость для вас, то что уже есть хорошие подрядчики по закупу рекламы, по релсам, по контенту, по упаковке. То, что есть уже проверенные схемы, как должен быть вебинар, как должен быть контент, как должны быть релсы, в каких студиях их снимать, с какими заголовками, у кого закупать рекламу, проверенные блогеры, таблицы. В самом деле есть много классных инструментов, не нужно даже особо ничего изобретать, нужно просто их взять и применить себе. И третья вещь, которая нужна для запуска на 110 миллионов рублей, это энергия. Я заметил, что объединяет людей с большими запусками, это то, что у них есть энергия на то, чтобы это делать. Потому что большой запуск, это много энергии, надо снимать контент, нужно набирать подписчиков, нужно решиться там какие-то цены поставить повыше, докрутить продукты, там много работы. И есть люди с потухшими глазами, которые тоже работают, но делают работу кое-как, у них нет сил на прорыв, нет сил на новые действия, на закуп рекламы, на реально классный прогрев, на реально какие-то эксперименты в контенте, на создание там, не дай бог, какой-то длительного контента на YouTube. У них нет сил, они просто такие, ну да, как не будет нормально, 3 миллиона в месяц. А есть люди заряженные, которые готовы делать много всего, и энергия это не какой-то статичный фактор, что вот ты такой вот человек, у тебя такая энергия. Нет, на это тоже можно влиять. Ты, может, выгоревший, не понимаешь своих целей, давно не отдыхал, в слабом окружении, не радуешь себя, живешь в какой-то стрёмной квартире, давно не путешествовал, не покупал себе ничего, и у тебя вообще нет сил, ты ничего не делаешь. А кто-то классно отдохнул, поставил себе вдохновляющиеся цели, порадовал себя чем-то, находится в окружении людей, которые его поддерживают, в окружении людей, которые его мотивируют, он двигается быстрее. И это третья вещь, которая необходима в запуске на 110 миллионов рублей. И если вы хотите, чтобы я вам помог проработать все эти три элемента, стратегию, инструменты и энергию, то приходите ко мне на мастер-группу в личную работу. Там это все будет. Там будет несколько глубоких сессий, где мы с вами садимся один на один, вы мне рассказываете всю ситуацию, мы собираем все цифры и составляем вам правильную стратегию. У нас будут сессии, где мы будем внедрять вам нужные инструменты, закуп рекламы, релсы, прогрев, то, что конкретно нужно вам. И сам формат мастер-группы, он предполагает энергию, как минимум просто через то, что будет обратная связь от людей, что типа, блин, что-то ты уставший, что-то ты ничего не сделал за неделю, у тебя все нормально с энергией, как минимум вы это видеть будете. Во-вторых, поддержка людей, задания на отдых или на постановку целей. В общем, люди вокруг точно дадут вам энергию. Поэтому все эти три пункта у меня на мастер-группе. Суть мастер-группы это переход от состояния, когда у вас блок не растет, когда вы выжимаете базу, когда у вас измученные прогревы, нет надежных подрядчиков, хаотичные запуски без стратегии с доходом 1-3 миллиона рублей в месяц. К тому, что у вас регулярно и планово растет блок, потому что у вас закупается реклама, потому что у вас яркий контент, прогрев инфоповоды, сильные подрядчики на всех позициях и системные запуски, системный рост с доходом 10 миллионов плюс. Для кого подходит моя мастер-группа? Для действующих продюсеров и экспертов. У нас будет две группы. Первая это основная группа для людей, у кого запуски на миллион плюс. И у нас будет премиум-группа для людей, у которых запуски на 10 миллионов плюс. Что будет внутри? Будут личные разборы со мной, где мы сидим один на один, долго я погружаюсь в вашу ситуацию, составляю вам стратегию. И так много раз мы регулярно встречаемся, отслеживаем, что у вас происходит. В общем, я работаю над вашим запуском. Второе это мастер-группа. Это окружение людей, с которым вы регулярно общаетесь, которая тоже дает вам обратную связь, которая вам помогает. Это люди вашего уровня, то есть случайных людей не будет. Вы тоже регулярно встречаетесь, общаетесь, обмениваетесь опытом внутри группы и за счет этого растете. Также у вас будет личный трекер. Это Лиза, опытный в запусках человек, которая работала с большими блогерами, которая запускала свои наставничества хорошо на небольших хватах. Она очень хорошо прокачана во всех технических моментах запусков. Она распределяет подрядчиков. И она следит за тем, чтобы вы делали ключевые действия. Мы назначаем вам ключевое действие закупить рекламу. Лиза заносит себе в табличку, что к следующему занятию у вас должна быть закуплена реклама. И она вам пишет через три дня, ну как там закуп рекламы. Вы ей пишете, что-то херово, вообще страшно, а еще нет подрядчика, а еще не могу утвердить рекламную подачу. Она говорит, вот подрядчик. Подачу давай докрутим, утвердим. И прямо сейчас перечисляй деньги на покупку рекламы. Ну, в общем, подталкивает, следит за тем, что вы выполняете ключевые задачи. Дальше у нас будет база проверенных подрядчиков. То есть делать классные релсы, продвигаться, классная упаковка, классные вебинары, классная видеосъемка, классный юрист, бухгалтер. Это все уже не вопрос. То есть, приходя на мастер-группу, вы вопрос с командой, с тем, к кому обратиться, по какому вопросу, сразу закрываете. Дальше вы получаете доступ ко всем моим курсам. Ну, а конкретно вам нужна формула запуска, потому что там очень, на самом деле, много классной инфы про запуски. Такой базовой, которую вам точно полезно будет посмотреть. У нас будет финальный выезд в Дубай или Бали. Совместно договоримся, проголосуем. Тоже с разборами, со спикерами, с тусовкой. Будет ярко и весело. Дальше важно. В группу не может попасть кто угодно. Нельзя просто прийти, заплатить и попасть к нам в мастер-группу. Я возьму в группу только тех, кому я на 100% буду понимать, как сделать минимум x3 от стоимости мастер-группы. Смотрите, мастер-группа, она лимитирована количеством человек. То есть, в любом случае, я могу продать не больше, чем определенное количество мест. И неважно, займут его одни люди или другие, у меня есть лимит дохода вот этим количеством мест. И для меня нет смысла просто брать какого-то дополнительного человека ради денег. Я в любом случае смогу взять ограниченное количество людей. И, соответственно, я буду брать только тех, с кем мне легко, приятно будет работать. Легко, приятно мне будет работать с теми, кому я точно понимаю, как расти, что я буду чувствовать, что я даю ценность. И второе, что этот человек просто в разговоре мне понятен, приятен. У него экологичный продукт, нормальная, понятная для меня ниша. Ну и в целом, он просто как человек адекватен. И поэтому в формате мастер-группы не только вы меня выбираете, но и я выбираю вас, выбираю тех участников, кто будет в группе. И главный плюс от этого, что в мастер-группе не будет случайных людей, что все люди будут там с классным доходом, с понятными проектами, с достижениями, с хорошими запусками, адекватные, с которыми будет классная атмосфера, будет приятно работать. И за этим я слежу на мастер-группе. Кто понимает, что хочет поработать со мной лично, хочет за несколько следующих месяцев сделать прорыв, чтобы я помог со стратегией, с инструментами, с энергией, кто хочет попасть в окружение людей, которые делают классные запуски, оставляйте заявку под этим видео. С вами либо свяжусь я лично, либо свяжется менеджер и потом передаст ваш контакт мне, чтобы я связался с вами лично. Дальше мы общаемся. Я понимаю ваш запрос, понимаю вашу ситуацию, отвечаю себе честно на вопрос, точно ли я знаю, как вам вырасти, вижу ли я вашу схему роста. Если да, и мне очевидно, как вам сделать x2, x3, как минимум, то начинаем работать, и вы допущены на мастер-группу. И если вас все устроит по условиям, мы начнем работать. И закончить я хочу разбор вот чем. Смотрите, за 2023 год я совершил огромный прорыв. Я набрал 350 тысяч подписчиков и сделал 240 миллионов рублей продаж. И те люди, которые были со мной рядом в этот момент, они все очень сильно выросли, потому что они видели вживую те модели, которые я использую, те инструменты, и они начали тоже их внедрять. Также набирать подписчиков, также продавать, внедрять все мои последние открытия, и тоже круто выросли. За 2024 год я снова сделаю прорыв, я снова сильно вырасту. Вы видите это по моей динамике, я думаю, это достаточно легко спрогнозировать. И также очевидно, что люди, которые будут со мной близко общаться весь этот год, понимать, что конкретно я делаю, видеть не только со стороны, но и изнутри, как это все происходит. Как я за Новый год наберу снова 500 тысяч подписчиков, сделаю сотни миллионов, те люди тоже очень классно вырастут. И я предлагаю вам быть этим человеком, который со мной проведет следующий год в близком личном общении, понимая, как я делаю то, что я делаю. Что ж, на этом все. Надеюсь, вам был полезен разбор этого запуска. А кто хочет лично со мной поработать, оставляйте заявку под этим видео, и мы с вами встретимся на личном созвоне. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok